Во втором издании денежного обращения в Абхазии впервые публикуются уникальные античные монеты, обнаруженные на территории нашей страны и входящие в экспозицию музея Банка Абхазии. Они позволяют восполнить некоторые пробелы в истории республики и Восточного Причерноморья в целом, а также внести ясность в вопросы нумизматики, которые были в прошлом подняты исследователями данной тематики. На территории Абхазии было найдено две монеты вот такого типа. Одна хранится в Абхазском государственном музее. Но они, в отличие от грузинских находок, отчеканены из билона. Билон – это низкопробное серебро. Дело в том, что в Пандийском царстве существовала царская монополия на чеканку золота и серебра. А зависимые полисы и правители могли чеканить только медную монету. Сам факт выхода этой монеты, которая, пусть не из низкопробного, но из серебра, говорит о том, что о претензиях на независимость. Скорее всего, поскольку эти монеты найдены в Абхазии, в своих попытках отделиться от Пандийского царства, Митридат Филопатор опирался на Диаскуриаду. Поэтому вот такая гипотеза существует. Вот, возможно, с этим связано, что именно только здесь пока найдены такие монеты. В 2021 году по инициативе председателя Национального банка Беслана Барателя был открыт музей Банка Абхазии, задачей которого является сохранение, изучение и популяризация истории денежного обращения нашей страны. В новом издании можно увидеть, оно впервые публикуется, это акции ткварчерских копий Бутмик Ацмана, это дореволюционные ценные бумаги были изданы, по разработке ткварчерского месторождения угольного. И вот мы вышли тоже на коллекционеров, и нам дали это изображение, то есть оно впервые публикуется. Кроме этого, второе издание, в первом издании оно было очень небольшим тиражом, и оно больше для презентации было, прежде всего, Национального банка. А тут мы решили чуть побольше тираж выпустить, чтобы была возможность его приобретать и жителям Абхазии, и гостям. Музейная коллекция, состоящая из монет и бонн разных периодов, позволяет сформировать достаточно полное представление о торгово-экономических, политических и культурных связях Абхазии за более чем 250 лет. Учитывая, что на территории Абхазии, со времен, по крайней мере, классической античности, это где-то с 4 века до нашей эры, уже обращались монеты. Сам факт вот этого денежного обращения, изучения этого феномена, он о многом говорит. О экономическом состоянии страны, он говорит, какие взаимоотношения были с другими народами и странами. И в этом смысле у нас богатое такое наследие. Есть и в Абхазском государственном музее большое количество монет хранится, которые я в свое время изучал, и они были опубликованы, практически все паспортные монеты в свое время. Наличие подобного института дает возможность получать и расширять бесценные знания по истории Абхазии, часть из которых постарались изложить авторы в книге. Материалы издания представляют научный интерес для широкого круга историков, нумизматов, банистов. Книга была издана в Турции тиражом в 900 экземпляров. Ее можно будет приобрести в магазине при музее Банка Абхазии, а также в книжных магазинах республики. Адица Сагаря, Амра Зарандя, Камила Джупла, Абхазское телевидение.